Здарова, с вами Каска. В этом видео вы узнаете, почему происходит черный экран в играх. Разберем с вами все причины, признаки и решения. Как обычно, начнем с мелких проблем и по пунктам будем переходить к самым глобальным. Последние три пункта лично были у меня, и мне есть о чем рассказать. Если видео вам показалось полезным, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. А также можете поделиться этим роликом с вашими друзьями. Приятного просмотра. Первое. Самое дефолтное у начинающих ПК сборщиков. Не до конца вставили видеокарту в PCI-слот. Поэтому выключаем ваш ПК и убеждаемся, что все надежно и стоит на своем месте. Второе. Проверьте актуальность ваших драйверов. Для начала заходим на сайт вашего производителя. У Nvidia это nvidia.ru, omd, md.com. Вбиваете модель вашей видеокарты и смотрим на ее версию. Далее пишем в поиске «Панель управления», «Программы и компоненты». Находим Nvidia графический драйвер. Здесь указана наша версия видеодрайвера. Omd это AMD Software. Если версия на вашем ПК сильно ниже, чем на сайте, то рекомендую ее обновить. Если же нет, то делаем следующим образом. Переходим в программы и компоненты и удаляем драйвера вашей видеокарты. У Nvidia придется удалить 5 приложений. Там, где вначале написано Nvidia. Если 3 приложения удалились, а последние 2 нет, то перезагружаем ваш ПК и удаляем оставшиеся приложения Nvidia. И снова перезагружаем ваш ПК. Как он включится, делаем установку новых драйверов. После этого снова перезагружаем ПК. Это же касается и AMD. 3. Проверьте кабель HDMI, DVI или DisplayPort. А лучше всего его заменить. Если у вас черный экран происходит независимо от времени, то есть может через 10 минут, может через час, через 2. Плюс еще на экране пишет нет сигнала, но звуки в игре есть. Если у вас получается нажать Escape, либо когда нажимаете Lcam, то слышите выстрел или удар, то скорее всего дело именно в кабеле. Только будьте внимательны, его нужно менять на выключенном ПК. На включенном это делать не рекомендуется. У меня конечно никогда ничего страшного не происходило, но лучше перестраховаться. Еще кое-что добавлю, часто об этом пишут, что при смене разрешения экрана происходит черный экран. В 99% случаев это происходит из-за того, что у вас видеокарта неплохая с HDMI или DisplayPort. А вот монитор старый и на нем даже не DVI, а VGA. Многие покупают эти дурацкие адаптеры, типа HDMI на VGA. Как временное решение, да, но на постоянку нет. С этими адаптерами очень много проблем. Может быть и черный экран, и красный, и зеленый. Так они еще и стоят недешево. Тут единственный выход это замена монитора. Запомните, что лучший вариант один провод HDMI, либо DisplayPort в монитор и видеокарту. Без переходников и адаптеров. Пункт номер 4. Как раз таки у меня где-то 3 года назад была эта проблема. Я даже делал видос по этому поводу. Заключается она в том, что у меня был старенький блок питания на 450 ватт. Доп-питания 6 или 8 пин на нем не было. Я себе тогда купил видеокарту RX 580, и в ней требовалось доп-питание на 8 пин. Всю свою жизнь до этого случая я использовал эти дурацкие переходники. С Molex на 8 пин, либо SATA на 8 пин, без разницы. Все вроде бы работало отлично, даже заходило в игру. Но как я только менял качество графики на высокое, либо ультра, у меня сразу происходил черный экран. Даже были такие случаи, что не только черный экран, но и мог быть розовый, зеленый и так далее. Как вы думаете, что я сделал? Правильно, купил себе новый блок питания на 550 ватт с отдельным доп-питанием. На то время это избавило меня от многих проблем. Пункт номер 5. Переходим уже к более глобальным и интересным проблемам. Не хватает вольтажа на ядро для максимальной частоты вашей видеокарты. То есть, что я имею ввиду? Допустим, вы разгоняли, либо наоборот делали андревольтинг. Это так или иначе может сказаться на работоспособности вашей видеокарты. У меня недавно выходил ролик по андревольтингу. Я там нашел частоту по ядру, при которой стабильно работает вольтаж. В моем случае при 1876 МГц по ядру с вольтажом 0.950 мВт работает стабильно около 30-60 минут. Дальше просто выкидывает на рабочий стол. Тут есть масса вариантов решения этой проблемы. Можно слегка добавить Power Limit, либо тот же Core Voltage. Или вообще сбросить все настройки и спокойно себе играть. В некоторых ситуациях, как люди пишут, но я в это вообще не верю, типа на заводе производителя им сделали слишком большой разгон, поэтому часто происходит черный экран, либо просто вылетает игра без ошибки. Советуют сделать как? Просто убавить немного разгон в том же MSI Afterburner. У меня было на руках около 20 видеокарт, и я никогда в жизни не испытывал такую проблему, если стоит все по дефолту и у меня черный экран, либо же вылетает игра на рабочий стол. Скорее всего проблема не в разгоне, а то, что видеокарта куплена с рук. В ней нарушены цепи питания, высокая температура чипа видеопамяти и так далее, либо же брак с завода. Ее, конечно же, нужно менять как можно скорее. Пункт номер 6. Та проблема, которая была у меня не так давно. С охлаждением видеокарты все в порядке, в районе 74 градусов. Я захожу в любую игру, неважно. Играя ровно 20-30 минут, происходит черный экран. Кулера начинают дико шуметь, а звук в игре продолжается. Только я не могу свернуться, закрыть задачи и так далее. Помогает только перезагрузка ПК. Что я только не проверял. Думал, проблема именно в видеокарте. В особенности цепи питания, потому что при нагрузке у них была температура в районе 90 градусов. Решил я разобрать ПК и все почистить от пыли. Доходит дело до блока питания, и тут обнаруживается такая вот красота. В кавычках, конечно. Как вы понимаете, перегорел разъемчик до питания, на самом блоке питания. Хорошо, что не в видеокарте. Этому я очень рад. Потому что купить БП гораздо дешевле, чем видеокарту. Недолго думая, заказал себе просто красавчика. Это Big White Stretch Power 11. Платинум на 850 ватт. Естественно, как вы можете понимать, проблема решилась, и я сейчас играю без черных экранов, без вылетов и так далее. Скажу так, запах горелого я вроде как не ощущал, потому что у нас сейчас палят костры, и ты хрен поймешь, что и где горит. Так я промучался около 4 дней, пока я не узнал причину. Как-то так. Я собрал все самые актуальные и возможные причины появления черного экрана. Последние 3 пункта были проверены лично мной. Что я скажу напоследок? Обязательно покупайте только новые блоки питания. И желательно хорошего качества. Если денег на хороший БП у вас не хватает, делаем так. Покупаем на пару тысяч дороже стоимости вашей материнской платы. Допустим, мать стоит 5000, вы покупаете за 7. В моем случае материнка стоит 13000, я купил блок питания за 17. До скорых встреч. Ах да, можете еще перезагрузить винду. Чаще всего это помогает решить многие проблемы. Запустить игру на встроенном графическом ядре, немного поиграть и посмотреть в чем дело. В видеокарте, либо в блоке питания. Также не забывайте следить за температурой видеокарты и процессора. Допустим, тот же MSI Afterburner. Меняете раз в полгода термопасту и термопрокладки. Это все обойдется в районе 500 рублей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!